Кто такие мошенники? Может быть, даже подставляют людей. А, мошенники – это как грабитель, но они... Они не похищают детей. А где они живут? В старых домах. Да, там в заброшках. В бункерах где-то живут. Или в подвалах. В деревнях живут, таких все практически забытых. Ну или в каких-то таких домах, в которых уже практически все забыли. Как сделать так, чтобы мошенники не украли твои деньги? Не отвечать на звонки. Нужно сменить номер, если я не тебе всегда буду звонить. И смотреть комментарии под сайтами, чтобы смотреть, хороший сайт или мошенников. Или можно поставить скрытые камеры, или прятать деньги. Или с собой их всегда носить. А как вообще мошенники обманывают людей? Они ночью приходят и незаметно пробираются и забирают деньги. Скажут, что им надо вылечиться, и люди отдают им деньги, а они что-нибудь за них покупают. Очень часто притворяются МЧС, полицией. Зачем вообще красть чужое? Ну они для того и выросли, они хотели, наверное, красть. Им нужно много денег, много еды и еще нужен большой дом. Наверное, покупать всякие дома красивые. Какое наказание можно придумать мошенникам? Если вор не сильный, то его берут в большой штраф. А если сильный, то его в тюрьму садят. Сажай в тюрьму. На целое лето. На три года. Взять ремень кожиный и дать ему на пятую точку. В тюрьму на все годы. Ну там друзья, которые могут освободить. Лучше это на электростул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова